Опять напоминаю, смотрите, каждый человек сам по себе очень хороший, очень хороший. И мы в жизни чего-то хотим, все время чего-то хотим, больше всего мы хотим любви, так? Самая быстрая возможность получить любовь в этой жизни — это семейная жизнь, близкие отношения с человеком дают любовь. Но мы не понимаем, что за тип любви мы получаем в этом случае, в этом проблема. Потому что когда мужчина рядом с женщиной находится вместе, их взгляды встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Когда это произошло, то что за любовь возникает между ними? Вот в этом надо в вопросе разобраться. Любовь в этом случае означает одну интересную вещь. «Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой!» Понимаете, о чем я говорю? Нет? «Я хочу быть с тобой» — это может быть и хорошо. Но вот вторая часть песни, она уже попахивает чем-то другим. Понимаете, проблема заключается в том, что вот эта любовь между мужчиной и женщиной, она скверняется очень сильным желанием наслаждаться другим человеком, очень жутко сильным желанием наслаждаться этой любовью. А вот это вот желание наслаждаться любовью является самым могущественным врагом человеческого счастья. Самым могущественным врагом человеческого счастья. Почему могущественным? Потому что сильное желание забирает разум у человека раз, он не соображает, что происходит реально. А в этом надо разобраться, это целая лекция об этом говорить. Потому что женщина, она уверена, что он виноват все-таки во всем. Она не понимает своих ошибок. Мужчина считает, нет, все-таки я, может быть, в чем-то виноват, но в основном она. В основном она виновата. Почему? Потому что человек воспринимает виноватым того, кто ему причиняет боль. Но он не понимает, что боль ему причиняет его сильное желание наслаждаться близостью. Наслаждаться близостью. Смотрите, как интересно все устроено. Это устроено не нами. Этот мир придуман не нами. Придумано не мной, да? И так далее. Этот мир придуман не нами. И не нами придумано, что женщина наслаждается тем, что мужчине доставляет аскезу. Допустим, она хочет, чтобы он нежно с ней обращался. Заботливо, всегда ласково себя вел, говорил. И все, что она сейчас перечисляет со мной, это же не мужская природа. Быть нежным, ласковым, заботливым, чутким. Это женская природа. И женщина своего же женского от мужчины хочет. Но он, конечно, может ей это дать. В каком случае? В случае, когда он, благодарностью переполнившись, начинает так себя вести. Для тебя, для тебя, для тебя, я сумею весь мир обойти. Вот, понимаете? Вот в этом проблема заключается, что благодарность возникает от бескорыстия, а не от корысти. Вот смотри, допустим, женщина говорит, «Разговаривай со мной ласково, ласково». Вот эта благодарность возникает? Нет, ласковый голос рождается от такой просьбы. Или нет? Возникает? Нет. Возникает отвращение, потому что любовь изнасилована в этом случае становится. Или мужчина говорит женщине, допустим. Видите, я сказал вот женщину женскую склонность к любви, да? Женщина непонятна, она думает, что я не имею права попросить ласкового разговора, что ли, с собой, Олег Геннадьевич. Видите, они, женщины, восстали уже в сердце, хоть и улыбаются внешне. Сейчас мужчины восстанут. Мужчины, когда женщине говорят, «Слушай, ты давай как-то помягче со мной разговаривай, как-то поуважительнее, так, немножечко хотя бы. Немножечко как-то понежнее, так, поуважительнее. То есть, ну, хочешь что-то сказать, скажи так, чтобы меня не будоражили эти слова твои». Это уже мужской эгоизм. И мужчина подумает, «А что же ей не говори, так она вообще обнаглеет?» Видите, то есть у нас есть эгоизм в отношении. И проблема заключается в том, что он имеет запредельно сильную природу. Когда что-то запредельное происходит, тот человек даже не может понять, о чём речь идёт. Потому что такая сила у этого эгоизма, что он прямо за нутро берёт. За нутро берёт, понимаете? «Вот почему я не имею права вот на такую жизнь?» А кто сказал, что ты не имеешь права? Имеешь право. Но эту жизнь ты должна заслужить служением. Не тем, что ты её просишь, а служи. Вот женщина должна быть ласковой, и его муж как благодарность от него исходит ласка в какой-то момент. Не сразу, но в какой-то момент. Когда ты победишь свою плохую карму семейную, тогда он станет ласковым. Теперь, когда ты станешь уважаемым человеком, жена начнёт тебя уважать. Само собой. Женщине трудно уважать. Это её природа уважать. Но мужа чаще всего женщины не уважают. Почему? Потому что не хватает кармы. Теперь вы лекцию послушали, придёте домой и говорите, «Я тебя знаешь, почему не уважаю?» — Олег Геннадьевич сказал. Потому что у тебя не хватает на это кармы. Но я говорил на лекции про другое. Я говорил про то, что надо свои проблемы смотреть, а на чужие уши затыкать. У нас так не получается. Понимаете? Мы играем в свои ворота. То есть в чужие ворота играем. Футбол, вот этот футбол. Понимаете? Отфутболиваем работу над собой, желая, чтобы близкий человек работал над собой. Вот сейчас половина записок об этом будет. Это означает беспредельно тяжёлая карма, когда человеку сильно хочется наслаждаться чем-то, а ему не дают. Вот это вот и есть семейная жизнь. Теперь у меня вопрос заключается в том, а где здесь счастье-то? А где счастье-то в этой жизни семейной? А счастье может возникнуть только когда мы сдаём свои экзамены. Когда человек начинает жить настолько бескорыстно близким людям, что он просто служит и ничего замен не требует. Сколько бы женщина ни капризничала, мужчина спокойно пытается к этому относиться. Он не может к этому спокойно относиться. У него природа получать раны от каприз женщины. Но он думает, это моя судьба. Вот это уже любовь. Видите, как она оказывается? Любовь, она сначала горький вкус имеет настоящий. А потом благодарность уже в её сердце думает, какой хороший человек. Я столько его мучила в жизни, а он всегда спокойно старался относиться к этому. Это уже любовь. Благодарность рождает любовь уже. Видите, любовь настоящая, она не такую природу имеет, что как бы нам должно быть хорошо по определению вместе. Хорошо, значит, я наслаждаюсь всем, сколько хочу, и никаких последствий за это нет. А вот это уже самообман. Такого здесь не бывает в этом мире. Если вы думаете, у кому-то повезло больше, чем мне в этом плане, здесь такого нет. В этом мире нет вот этого, что я наслаждаюсь, сколько хочу близким человеком, и за это не буду страдать. Потому что сам по себе эгоизм является ненасытным врагом человеческой судьбы. Вот чуть-чуть он проявился в сердце, и сразу страдание. А если человек с другим человеком сходится, то сама любовь между мужчиной и женщиной, она этот эгоизм возбуждается до страшной степени. Мы же уже начинаем себя отождествлять. Этот человек становится моей собственностью. Вот попробуй ему куда-то пойти и улыбнись кому-то другому. Я уже его начинаю ненавидеть за это. Хотя до этого, полчаса назад, когда я с ним еще не был, мне было все равно, на кого он смотрит. А теперь мне уже не все равно, потому что это мое. Мое. По-разному это можно сказать. Но не важно. Важно то, что это эгоизм мои хорошие. И когда эгоизм появляется в жизни, начинаются страдания. Для чего тогда нужна семья, вы спросите? Для того, чтобы мы победили в себе эгоизм. Вот для этого нужна семья. Он должен превратиться в настоящую любовь. Он должен превратиться в чистую, светлую, настоящую любовь. И мы для этого собираемся с вами, эти лекции изучаем. Что другого способа счастья в семейной жизни нет.